Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю проходить Dark Souls 2, и в прошлый раз я дошел до Селдоры, и, соответственно, я туда дальше пойду. Достаточно логично. Ну и, в общем-то, надо мне сходить и попытаться сделать оружие из душ-боссов, которые новые. По-моему, это все делает стрейд. По-моему. Упс, я не в ту сторону вышел. От костра, ну ладно. Это, конечно, немножко страшно. Эти свиньи. Ну, от них можно достаточно легко уворачиваться. Упс, если это делать не так, как я только что это делал. Окей, пожалуй, мне стоит куда-нибудь отбежать. И выпить яснусь. У них очень сильно повышается броня, когда они атакуют. И это не очень хорошо. И они дропают всякие дивайн-блессинге. Окей. Ну, это не так уж сложно все. Естественно. Ну, один на один вообще не сложно, поскольку их две изначально. Небольшие проблемы могут быть. Тут еще пара крестьян. Не сложно. Перчатки. Не знаю, зачем они мне на путь будут. Тут куча всякого хлама. По-моему, тут какой-то титанит лежал. Нет, видимо, я ошибаюсь. Значит, с крестьян падают чанки, по-моему. Потому что я помню, что я здесь подбирал титанит. А тут какая-то хрень наверху. Ага, стрелы, которые Блит наносят. Тут противник наверху. Окей. Эти свиньи, если их заманить почти к боссу вообще всей этой локации, то есть почти к Фрея, то они там выкопают вам кирку оружия. Я объясню, куда их нужно заманить. И я объясню, как это проще всего сделать. Но когда я туда дойду. Потому что сейчас это сложно объяснить. Но проще всего это сделать. Это, очевидно, убить все, чтобы оно перестало спавниться, кроме свиней. И спокойно довести эту свинью туда. Просто сагрить ее на себя и отходить. И она будет вас пытаться бить. И будет за вами идти, естественно. И вы можете ее довести куда угодно. Но стоит перед этим зачистить всю локацию, потому что там нехорошо все дальше. Ну и на НГ это делать проще. Такие вот свиньи прокатывают. Большие, не знаю. Еще есть какая-то мелкая свинья, которая здесь очень редко спавнится вроде бы. Она тоже прокатывает, она просто на вас не агрится. Ну то есть она за вами бежит, но она вас не атакует. Или что-то подобное. Окей. Здесь можно, как я делал в прошлый раз, вот так вот их расстрелять. Чтобы эти камни упали. То есть если попасть в эти деревянные конструкции, тяжелые стрелы, по крайней мере, железные. То камни упадут вниз. Первый камень убивает при этом крестьянина. Второй просто падает вниз. Можно вместо этого пробежать сюда. И... Сделать примерно вот так. Эх. Упс. Ну ладно. Надо смотреть, куда я отступаю, наверное. Ну, в общем, можно часть этих христиан камнем убить. Главное после этого не падать в пропасть. Сейчас я забью на свиней, которые здесь. Потому что они за мной, скорее всего, не пойдут туда совсем до... Так, почему я опять не в ту сторону вышел? Они за мной, скорее всего, не пойдут совсем далеко. То есть они отстанут в какой-то момент. Ну... Этих я убью, конечно. Я имею в виду больших свиней. Потому что они достают. Их сложно убивать. Окей. Надо, наверное, сходить к воронам и отдать им всякую фигню. Но это потом. Окей, троих убила. Камень приезжает примерно вот здесь. Вот, то есть если тут где-то стоять, то они как раз там все столпятся. Их всех убьет. Ну, естественно, это опасно, потому что вас этот камень тоже с одного убьет. Наверху этот самый парень. Ну, он спрыгивает вниз вот там вот часто, но... Сейчас он не успел. Ну, и в любом случае здесь какой-то лук лежит. Какой-то. Душа. Не очень полезно, но пусть будет. Я надеялся, что я получу меньше урона от этого падения. Окей. Я знал, что это произойдет. Ну, я сам этого не видел. Это кислота, которая портит снаряжение, насколько мне известно. Это происходит только на НГ+. Потому что если сюда прийти на НГ с аскетиком, то никакой такой фигни нет. Я сюда приходил на НГ с аскетиком. Ладно. Я не знаю, что мне делать с ней. Наверное, ударит пару раз. Упс. Нет, не так. Упс. Окей. Пока. Ну, ладно. Я не знаю, что с ней здесь нужно делать. Возможно, ее можно убить здесь. Скорее всего, если ее задамажить и дойти до нее, не отдыхая у костров, то у нее останется этот дамаг нанесенным. Скорее всего. Но это сейчас не очень важно. Здесь ничего нового, насколько я помню. Было бы неплохо, если бы здесь пауки, конечно, появлялись. Как и в следующем зале. Но увы. Здесь, если не открывать сундук, то пауки не агрятся. В сундуке, по-моему, там стрелы какие-то лежат или что-то подобное. Ну, естественно, можно сагрить пауков, если по ним пострелять. Или ударить их чем-то. Но это не самая лучшая идея. Тут секретка. В секретке на НГ плюс появляется враг. Поэтому здесь всегда куча кровавых пятен. Окей. Оу. Нифига. Ну, он не такой уж сложный. Также здесь ясус шард, естественно. Ну, в общем, задамажить может. Так, что мне лучше взять против этого всего? Вообще, мне хотелось бы какую-нибудь альбарду, но у меня нет нормальной заточенной альбарды. Так что, наверное, меч. Или дубину. Ну, сойдет. Я попробую кого-нибудь призвать, хотя вряд ли кто-нибудь будет здесь. Здесь вообще, в принципе, редко кто-то есть перед этим боссом. Потому что босс унылый. Ну, а на НГ плюс и... В общем, еще меньше вероятность. На НГ плюс вообще очень мало с анбро. Что печально. По сути, этот бой закончится, когда я убью этих двух пристав. Если я убью этих двух пристав. Так, один готов. Ау. Потому что они самые опасные. Маг, конечно, тоже стреляет какими-то там фаерболами и... Аналогом Водга. То есть, круговой обилкой. Но он достаточно безопасен. Приставь опасным в основном тем, что... Во-первых, тем, что они стреляют молниями. Во-вторых, тем, что они лечат себя и все вокруг. Окей. Алибарда здесь офигенно помогает. Конкретно я на другом персонаже проходил эту локацию с копьем Сантира. И у него двуручный мувсет. У него двуручная атака с разбега, как у Алибарда. То есть, крутилка тройная. То есть, я просто зашел, пробежал, так сделал крутилку. И все, умерло. То есть, умер один прист и маг. И потом второй крутилкой я все остальное добил. Ну, кроме, может быть, парочки вот этих вот... ползающих зомбей. Так что Алибарды здесь очень помогают своей атакой с разбегу. А здесь в урнах вода. Там снаружи в урне тоже вода, которая в секретке. В общем, вода, она здесь не очень помогает. Потому что она вас делает мокрым. И это дает вам... Уменьшенный электрический резист. Должно давать, по крайней мере. Но у меня сейчас 125. А здесь у меня 57. Окей. Хотя это базовый. Нет, это базовый. Это статы. Как-то можно было посмотреть свой текущий резист и свой не текущий резист. Ну, не знаю. Вообще, криво все со статами сделали. В первой части было удобнее. Потому что вот здесь вот в первой части выдавались все текущие статы. А не только те, которые даются от ваших статов, как бы. То есть, если зайти в свой стат персонажа, вот так. Хотя, возможно, это здесь. Нет, здесь вообще ничего нет. В общем, здесь выдавался, допустим, огненный резист. Который у вас суммарно есть. Броней. С статами. Хотя я не помню. Ну, давал что-то. Все давал резист. Резист особенно давал резист. Ну, в общем, можно было зайти в эту менюшку и сразу посмотреть, сколько у вас на самом деле всех статов. Теперь это непонятно, где смотреть. В эквипе, но там он тоже как-то криво. Это все отображается. Ну, да ладно. Тут куча всяких душ. Тут аскетик один. Ну, уголь вражды в русской версии. Мелкий щит клерика. Скептик спайс. И, по-моему, второй спайс тут тоже есть. Нет? Хм. Возможно, нет. Отпускать грехи дорого. Оно стоит... У меня сейчас нет грехов. Но оно стоит тысячу за каждый ваш уровень. То есть, если у меня сейчас уровень персонажа, какой там у меня? Я не знаю, я здесь не могу посмотреть. Ну, 170, например, это будет 170 тысяч стоить. Он продает разные... Мираклы. И один Хекс. Скрапс оф лайф. Вроде бы хорошая штука. Не знаю, я Хекса не пробовал практически вообще. Я из них пробовал только Даркфейл, который аналог Даркбиды из первой части. И обычный Даркорб. Ну, и всякие там бафы, оружие и прочее. Ну, да ладно. Но вроде я слышал, что в Скрапс оф лайф хорошая штука. Тут ничего. И никаких секреток даже нет. И здесь костер. И, по-моему, я везде поговорил с Пейтом, чтобы он здесь был. По-моему. Ну, почему бы не убить Крейтона на этот раз. Какой урон. Пейт, перестань меня бить. Добей его. Окей. Добил его. Маска Крейтона. Пейт, пейт. Вот. У него не сразу появляется разговор. Ладно, мне лень его слушать. Но он тоже дает ключ, как и Крейтон. Мне, конечно, стоило бы его послушать. Но поскольку у меня английская версия, а переводить мне совершенно лень это все, то это не особенно поможет. А здесь паук. Я не знаю, зачем вообще эта комната, потому что здесь только паук. Ну, хрен с ней, наверное. Можно закрыть ее обратно. Нельзя закрыть ее обратно, потому что мешает стол. И теперь я сбегаю к костру, который внизу, потому что он удобен. Правда, неудобно к нему бегать, потому что вот тот вот маг, он достает. Он очень достает. То есть, если его не убить в дальнем бою, то туда достаточно сложно попасть. Упс. Потому что если вы попытаетесь проехать на этой хрени, то он, по-моему, попадет, и вы упадете вниз, и, скорее всего, прямо в дыру. Можно просто перепрыгнуть туда. По-моему, отсюда это будет более хорошим вариантом. Хотя не уверен. Но можно туда, в общем, просто перепрыгнуть прыжком. У меня получалось. Я не совсем уверен, откуда именно нужно. Но проще проехать. Паук умри. Тут еще пара магов. Эти маги дропают посох летучей мыши, который позволяет кастовать... Ну, в основном он нужен для того, чтобы кастовать ядовитый туман прямо на противника. Это основное его применение. Но, тем не менее, возможно, кому-то нужен будет. И здесь костер. О, красный паук. Красный паук дропает плюс пять, цвай. И все остальное. Ну, сейчас узнаем. Нет. Просто плюс ноль. Великая коса — это та коса, которая коса. Которую продает Грен. Так. В правом братстве. Где она? Вот она. У нее довольно удобный мувсет. Он как-то быстрее, чем в первой части. И повеселее. Но дамаг у нее так себе. В итоге получается. Ну, бэскейлинг от ловкости, но он все равно получается так себе. А что у нее, кстати, с разбегу? Как у Алибард или не как у Алибард? Мне интересно. Нет, не как у Алибард. Как у косы в первой части. Ну, тоже вариант. У Алибард, конечно, спин-ту-вин — это весело. Но это тоже сойдет. Итак, я зайду к Корнифекс. Перед тем, как что-либо еще делать. Нет. Как я ненавижу этих магов. Не только этих. Я вообще всех магов ненавижу. Но вот эти вот маги и жрицы в Амане — это просто ересь и... разработчики-мудаки. Окей. Сюда они не достанут. Да-да-да. Да-да-да. Трейд. Меч с шипами из этого рыцаря. Как он там называется? Зеркального. Меч защитника, меч смотрителя. Меч короля. Ну, правителя. Меч грешницы. Меч дрейка. Который меч виверный в русской версии. Потому что переводчики... А всякая еще другая фигня. Это из древнего дракона. Хаус Блэйд. Это из души старой ведьмы. Катана неизвестного происхождения. Дамаг наносится так же и себе, в общем. Интересный... Интересный рисунок на клинке. Намекает на ужасную природу этого проклятого оружия. Ну, в общем, вся фигня. Атаки вас так же дамажит. Это очень хорошая катана по дамагу, насколько мне известно. Ну, пока что я ее не буду покупать. Дальше всякая фигня. Копьё Арнштейна. Ну, это из души Арнштейна, естественно. Коса желания. Вот, Драгонсвейер Грейтбол. Это великий лук. Убийца драконов. Это из первой части. Делается из души короля. Упс, мышка. Уберись отсюда. Ну да. Использовался для того, чтобы убивать древних драконов. Огромный лук и более разрушительный, чем любое другое оружие. Требует 30 силы. Бэс Кейлингот силы. Я пока что, опять же, не буду его делать. Но, возможно, я ее в итоге сделаю. Как и катану. Но потом. То есть, Орнифекс делает вещи из... Делает оружие из душ этих боссов. А Стрейд делает магию из душ этих боссов. Потому что из них, из всех, также магия делается. Из ведьмы делается огненное оружие. То есть, баф. Который на меч огненный. Из гвина делается... Ну, из гвина, в смысле, из короля. Делается хреновина, которая топовый миракл. Такое БФГ. Шарик, который во все стороны стреляет молнией. Довольно так себе, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, когда его всякие неписи против меня используют. Она почти никогда не попадает. Возможно, в ПВП она хорошо. Оно, скорее всего, неплохо, как зонинг в ПВП. Потому что он какое-то время висит. И к нему подходить достаточно опасно. Но, кроме этого... Не знаю, какой может быть в этом смысл. А здесь лежит что-то из оружия, насколько я помню. Да. Соу-Вортекс магия. И топор вот этот тут. Который топор полумесяца. Или как он там? Вот этот. У него магический урон. Здесь что-то еще мелкое бесполезное. Ну, нет. Чанк и слаб. Это не бесполезно. Три чанка и слаб. Но все равно, в общем. Ничего уникального. Я это имею в виду, когда я говорю, что что-то бесполезное. Так. Возможно, кстати, тот факт, что Фрей вылезает там. Это не потому что... Ну, то есть, не... На НГ его не было у меня не потому что оно только на НГ+. А потому что, возможно, нужно еще и этот костер перекинуть на НГ+. Или еще какой-нибудь. То есть, не только тот, который первый. Но это просто предположение. Если просто первый костер перекинуть, то она там не вылезает. Здесь что-то, по-моему, было. Кроме выхода на улицу. Ну, на улице есть что-то. Здесь какая-то... Да. Варджовый шард валяется. Окей. Я не хочу подходить к Василиску, пока он... Своим газом дышит. Поэтому я его просто расстреляю. Эти парни могут Вас дамажить, когда они мертвы. То есть, у них есть атака, которая... Когда Вы их убиваете, они Вам наносят дамаг своими этими тентаклями. Ну. Паучими лапами, наверное, все-таки. Но все равно. Суть та же. И это неприятно. И я починю, пожалуй, своего голову. Не так уж сильно чинит, кстати. Странно. Мне казалось, оно сильнее чинит. Возможно, ремонт все-таки зависит от количества интеллекта. Оу. Окей. Я не ожидал, что их там двое. Двое это неприятно. Как я ненавижу статуи вот этих вот игроков. Они постоянно мешают. Так, мне не очень нравится мое оружие. В том плане, что их двое, а у меня не очень удобная дубина. Меч будет удобнее. Окей. Окей. Да, блин. Я не умею парировать красных фантомов. НПС фантомов. С игроками проще. У меня кончился эстус. Это нехорошо. Я так же не умею от них перекатываться, видимо. Пока 65 тысяч душ. Ну ладно, если их агрить по одному, все будет, наверное, проще. Наверное. Разберемся. Мне пофиг на всех врагов здесь. Они за мной не пойдут. А красная ящерица просто взрывается, если ее сагрить. И она ничего не дропает, так что бессмысленно что-то с ней пытаться сделать. Паук, зачем ты сюда пришел? Ну, душ я, конечно, подберу обратно. Нет. Готов. Да, вот он меня задамажил. Они такое делать умеют. Это неприятно. Они такое умеют делать только совсем близко, так что если их так вот с расстояния тыкать, то ничего вам не будет. Ну, естественно, только при смерти они это делают. Ну, не при смерти они вас могут просто так ударить. Это тоже неприятно. Мне нужно, наверное, купить побольше всяких камней. Есть ли у меня, кстати, камни? Да, у меня есть 24 более крупных камня. Наверное, их можно иклюкнуть. Всякий мусор. Как же он мешает. Кто здесь еще упал? Окей. Кто меня пытается ударить? И откуда? А, этот палк. Сойдет. Я хотел попасть по нему, пока он закопан. Я не знаю, можно ли это сделать. Я надеюсь, что это можно сделать. Могу я одного этого сагрить? Ну, видимо, могу. Потому что второй не пришел. Так. Теперь отрегинь тистамину и еще раз так же становок насмерть. Легко. И второй. Нужно быть аккуратнее, чтобы не скинуть его вниз на шипы. Ну, его, конечно, можно скинуть на шипы. Он там будет получать урон, но... А потом доставать его лут. Если он что-то дропнет, неудобно будет. Готов. Но он ничего не дропнул. Окей. Справедливо. Вот эту дверь, если сломать, там... Вас задамажит песок, который из нее высыпается. Так что лучше ее ломать в дальнем бою. Потом и задамажил уже. Тяжелые стрелы вроде как способны ее сломать. Да. И это безопасно. А здесь ничего. За следующей дверью здесь нужен... Нет, не здесь нужен ключ. Дальше нужен ключ. Который дает Пейт. Или... Как его зовут? Крейтон. Тот из них, кто выживет, дает ключ. В этом сундуке перчатки, которые крит-шанс дают. И в этом сундуке ловушка. И бесполезные монетки. Ну, они не то чтобы совсем бесполезные, но они бесполезные на самом деле. Окей. Дальше. Этих двоих можно перестрелить. Можно их не перестрелить, а дождаться, пока они спрыгнут и внизу убить. Как хотите. Где моя, кстати, булава? Булава, возможно, будет более хорошим вариантом. Спрыгивай. А, нужно к двери подойти. Ау. Дамаговый. Они дропают что-то, кроме... А, они дропают целдорскую броню. У меня даже кусок выпал, по-моему. Целдорский сет. Это не броня, конечно, это одежда. Я не знаю, какой у меня кусок выпал. Так что найти его будет не так уж просто. В общем, это одежда, которую носит Моулин, торговец. В городе. И она прибавляет количество душ, которое вы получаете. Такая роба. Шапка, возможно, у меня выпала. Не знаю. В общем, что-то у меня выпало. Хрен с ней. Вот сюда вот нужно довезти свинью. Она сожрет вот эти вот все грибы. И здесь окажется зерка. Пауки не самые приятные враги. Они довольно дамаговые и в целом страшные. Зато они дропают сваи. Всегда хорошо. Здесь что-то полезное. Ну или бесполезное, но что-то предмет. Три кости. Бесполезное у меня есть вот это вот хреновина. Перо. Здесь враг и проход дальше. Готов. Да. Перчатки целодорские. Они увеличивают количество душ, которое вы получаете, опять же. Как я уже сказал. И тут будут кучи пауков. Я не знаю, будут ли здесь дополнительные пауки. Надо, наверное, за этим следить, чтобы на меня там сверху ничего не спрыгнуло. Ну, там внизу что-то... А, нет, это пятна крови. Нет, не красных, но там. Здесь на потолке паук. Паук, спрыгивай. Спасибо, паук. Факел. Бесполезно. У меня их уже сколько? Три часа. Ну этого, конечно, не хватит, чтобы всю игру пройти с зажженным факелом, но все равно. Много. Ну, хотя, как проходить, естественно. Я не говорю, что игру нельзя пройти за три часа, ее можно пройти за меньшее время. Отсюда можно в теории спрыгнуть и пойти к боссу сразу. Но я не уверен, что это хорошая идея. Наверху никого. Окей. Я хочу стать человеком. Туда можно допрыгнуть, я уверен. Да. Ну, здесь что-то бесполезное. Да. Трава. Сюда, естественно, можно не допрыгивать, а просто забраться снизу. Каким-то образом. Или сверху спрыгнуть. Нет, по этой пути не можете сюда забраться без проблем. То есть можно было бы даже не допрыгивать, не запрыгивать, а просто... Обойти через там три метра. Ну, пофиг. Еще один цвай? Нет, это не паук, это просто лут. Я хочу еще один цвай. Я хочу долг юдить цвай. И квикнуть шесть цваев по одному в каждый сло. Пауки очень неприятные враги. Они быстрые, они дамаговые, и они... Достаточно живучие. То есть я бы предпочел, чтобы они умирали там с одного удара почти любым оружием. Они сейчас не всегда с одного удара дубины умирают. Большую часть времени они умирают, но иногда выживают. И также дубины не самое удобное оружие для этого всего, потому что... Они запрыгивают издалека. Нужно что-то дальнобойное. Кинжал для парирования. А здесь что-то. Урны, которые ломают эквип. Там что-то. Камень. Здесь, возможно, что-то. Нет. Конечно же, нет. Ну и, по-моему, я почти везде был, кроме вот этого вот куска. И здесь, возможно, что-то есть. Нет? Видимо, нет. Окей. Тогда вниз. Немножко урона, но пофиг. И вот этот вот парень. Ашен Найт Бойт. Крепленный Рыцарь. Или как его там? Он неплохо агрит на себя всех пауков. Он не очень помогает в бою с этим боссом. Он умирает очень быстро. Но пауков он агрит неплохо. Так что для этого его можно использовать. Ну, хотя, не знаю. Возможно, он... Лучше, чем... Я думаю. Также он использует эквип Королевского Солдата. У меня даже есть броня такая целая. Непомятый. Помятый у меня, конечно, тоже есть. Но нафиг. Она красивая, конечно. Ну, да ладно. Я не уверен, что моя дубина это самый лучший вариант против этого босса. Но мечи это, скорее всего, более хреновый вариант. Алибарды очень хорошо помогают своим мухсетам. Но у меня нет заточенной алибарды хорошей. Так что я просто заточу электричеством свою дубину и пойду вперед. Зачем у меня талисмонной лоди? Наверное, потому что я мимикой когда-то ими вырубал, но... Оно мне не очень нужно. Привет, паук. Пока, паук. Да, давай лазер. Лазер это самая халява, потому что можно оббежать и ударить другую голову. Как минимум один раз. Ну, в данном случае ноль раз, потому что я далеко был. Упс. Это больно. Камень. Сраные пауки. Как можно быть такими же лучшими? Можно, естественно, в ближнем бою воевать с Фрейей. Это не так уж сложно. В данном случае она бьет бойда. Так что я могу ее спокойно ударить, но я не понимаю, бьет она бойда или меня. Ну, в данном случае она все еще бьет бойда. Так что халява. Все еще на него саграно. Окей. Меня это радует. Вот, на меня переагривалось. Это неприятно, когда она вас пытается ткнуть лапами. Халявнее всего, когда она пытается вас своими этими челюстями зацепить. Как она сейчас бойда ест. Там просто достаточно перекатиться в сторону. Да, вот так вот. Потом можно подойти и ударить ее еще пару раз. Перестань убивать бойда. Ура. Ну, он помогает, и он живуч. В консольной версии он умирал очень быстро. Но он пока жил, агрил всех пауков, и никаких проблем не было. А здесь он, видимо, немножко... Либо из-за того, что НГ+, он немножко более живучий труд, либо просто из-за того, что его пофиксили. Ну да ладно, душа. Кого там? Блин, у дракона. Опять же, то же самое описание. И куча душ. И здесь лорд Селдора. Который все еще ничего хорошего сделать не может. У него исток. Исток хорошая штука. Не очень дамаговая, но хорошая, удобная. Ветка, кольцо и еще какая-то хрень. И здесь этот парень. Я не уверен, что дубина это хороший вариант против Венгарова. Кроме него здесь никого нет, окей. Хотя я могу его стаднить. Если я могу его стаднить, то все хорошо. Кроме того, что я чуть-чуть его не добил. Окей. Пока Венгару. Его броня. Его броня очень хорошая поста там. Хуже Хавили, конечно, но она и легче Хавили. Но дефенса там очень много. Продолжение следует... Окей, пара уровней. Да, 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 да. Левел ап. Что я хотел? Веру до 10. Сойдет. Ну и теперь все, как минимум по 10. Можно брать Копье Сантира и точить Мандейн. 10 это уже более-менее адекватный урон. Больше, чем оно просто так дамажит. Что мне еще здесь нужно сделать? Мне нужно было достать... Тут 6, тут тоже 6. Мне нужно чанков много. Что ты продаешь? Она все еще не продает чанки. Да. Ну, я сейчас что-нибудь из этого проапгрейджу на единичку. Наверное, лучше будет апгрейдить вот эту вот балову, потому что она более эффективна. Я ее даже до 10 смогу. Окей, у меня 2 баловы плюс 10. Отлично. Отлично. И теперь я вернусь в Целдору, потому что там еще есть несколько вещей, которые я хочу сделать. И я вернусь вот к этому костру. Потому что от третьего костра наверх обратно подняться нельзя. Ну, по крайней мере, если можно, то я понятия не имею, как. Во-первых, здесь есть вот этот вот спуск. И здесь лут. Душа, конечно, это не особенно ценная вещь, но все равно она здесь есть. А здесь есть выход на улицу, и здесь есть ящерица. Я ненавижу балову. Балова неудобная. Для убийства ящериц. Так, конечно, можно добить. Чанг, драконья кость. Клинклинг, чанг. И все там подобное. Смогу я открыть дверь? Да. Упс. Трейд. Моно-лайт. Лезвие этого великого меча сверкает, как свет и луны, в общем. Ну да. В общем, это тот самый моно-лайт грейдсорт. Аскею от интеллекта. 18 всего требует, кроме веры. Спецатака. Дальнобойная. Магический урон. Ну, в общем, вы знаете, что это за оружие. Это то же самое оружие, что и в первой части. Он был очень хорошим, но потом ему понерфили скорость атаки, и он стал просто хорошим, насколько мне известно. Окей. И ты. Окей. Обратно к тому же костру. Потому что от этого костра я ничего сделать не могу. И я выйду вот в эту сторону. А здесь что-то было. Во-первых, здесь вот этот тот маг, которого нужно убить. Может, он достает. Камера почему-то не поворачивается с нормальной скоростью. Стоп, что у меня насчет кам... Насчет настройки камеры, кстати. Все выключено. Окей. Она все равно от стен как-то немножко кривовато поворачивается. Сюда вот можно спрыгнуть к этому магу. По-моему, это бочка с бензином. Ну, не с бензином, конечно, а с порохом. Да. Взрывающаяся, в общем. Я имел в виду. И она действительно взрывающаяся. То есть можно его огненной стрелой одной убить. И здесь еще что-то. Эстус шард. Окей. Полезно. Хотя я никогда сюда не забираюсь, когда я на АНГ. Драконья кость еще одна. И больше ничего. И поскольку так быстрее, я просто использую перо. Нет, я не просто использую перо. Я сначала зайду вот сюда. Потом тут использую перо. Потому что здесь меня не будут убивать с ранами самонаводящимися стрелами души. Окей. Выпейте эстус. Сюда. Вау. Окей. А там что-то еще лежит. Как я ненавижу этих магов. Я ненавижу три локации в игре. Эту. Считай на Фомана. Аману. И драконий храм. Потому что они все три очень убогие. В плане врагов и прочего. Причем эта локация, она очень хорошая в плане геймдизайна. То есть все вот эти вот прыжки. Лут везде разбросан. Всякие. Секрепки. И все тому подобное. Это очень хорошо. Но враги здесь просто жуткую ненависть вызывают. Проще будет отсюда обратно протонуться. Конкретно своей самонаводкой. То есть если бы у них были не самонаводящиеся стрелы души. Или менее самонаводящиеся. Как они в первой части были у всего. Все было бы хорошо. Никаких проблем. А это вот место, это куда я выходил. Откуда я к ящерице спредел. По-моему там что-то еще может быть. Есть. Не уверен. Что за знак? Да. Никаких стенд здесь нет. Это я знаю. Вот эта вот хрень, которую я не подобрал. Но это трава. И... Можно спрыгнуть туда. Это путь к костру. И больше ничего. Окей. Тогда я попробую... Попробую ли я? Нет, я не попробую пока что. Я пойду сюда пока что. Пейт отсюда свалил. Можно было бы его убить, чтобы получить второй набор его брони. Но мне не нужно второй набор его брони, очевидно. У меня уже есть один. Здесь факел. Здесь еще одна ящерица. Я ее не убью, я уверен. Вот она. В общем, с нее тоже там что-то дропается. То, что обычно дропается с ящериц. Здесь чанк. И здесь можно спрыгнуть чуть ниже. Окей, пока, парень. И здесь вот этот вот кусок локации. Окей. Эстус. Опасные эти твари, конечно. Готово. И, конечно же, он меня задамажил. Там сейчас еще... А, нет, маг. Он не спрыгнет сюда. Он просто оттуда может стрелять. Ну, удачи ему в этом. Тяжело стрелять, когда ты мертв. За этой грудой всего рычаг, который опускает платформу надо мной. И на платформе сундук, и там что-то полезное. Или что-то бесполезное. Ну, в общем, сундук. Это главное. А туда можно бегом перебежать. По-моему, туда можно еще и перекатом перекатиться. Возможно, нет. В общем, достаточно бежать бегом вот так вот. Но не совсем так вот, видимо. По крайней мере, у меня получалось туда бегом перебежать. Ну, можно прыгнуть, естественно. Прыгнуть проще. И здесь... А, южное ритуальное кольцо. А южное ритуальное кольцо это плюс... Ага, это аттюнмент. А, нет, это плюс спело как раз. То есть плюс два спело на плюс один кольца. Плюс три спело на плюс два кольца. То есть все это повышает. А северное ритуальное кольцо, оно увеличивает количество кастов, но уменьшает ваше хп. Как кольцо... Даск в первой части. По-моему, кольцо Даск это было. Здесь вот стоял этот маг. И больше здесь ничего нет. Я могу вернуться обратно сюда по кругу. А, и, собственно, в Целдоре больше вообще, в принципе, ничего нет, насколько я помню. Насколько я помню. Вроде бы я везде был. Но одну ящерицу я, естественно, не убил, потому что... Потому что ее сложно убить. Упс, я немножко промахнулся. Ну ладно. Я надеялся, что я упаду на землю и не упаду в самый низ. Но там не совсем туда нужно спрыгивать. Но там все равно ничего ценного нет. Там это красная ящерица, которая взрывается, и все. Ну окей. А сколько у меня... 869 тысяч. Я все еще не могу пойти и открыть... Открыть замок Дранглейка. Не убивая всех четверых. Ну ладно, хрен с ним, я убью четвертого босса. В следующий раз я не буду забирать свои души, потому что там 30 тысяч, это мало и... Лень. В следующий раз я пойду убивать Гниющего. Там все быстро и легко. И, собственно, все. Ну да. На сегодня тогда на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok